добрый день мои друзья мои уважаемые подписчики сегодня я вам расскажу как я жарю картошку прошлый раз я вам рассказывала как я жарю картошку но там была картошка с грибами здесь у меня обычная картошка первым делом ее нужно помыть потом почистить затем вам нужно ее опустить в теплую воду после того как вы ее почистили вот чищу я чищу я картошку вот такой вот овощечисткой вот у меня такая можно купить овощечистку на авито там они какие-то не окисляются то есть какие-то пластмассовые это не 200 рублей стоит от двухсот рублей выше необычно не помню сколько она уже очень давно у меня вот затем для чего в горя в теплую воду не в горячую но в теплую такого куда рука может опуститься то есть где-то градусов 36 ну чего ее в теплую воду для того чтобы она лучше резалась потому что когда она холодная она режется какими-то в общем неровности такие получаются которые очень много впитывают жира не жира растительного масла очень много впитывают чтобы вот не было вот этого опускайте ее в теплую воду тогда она лучше нарезается ровнее становится гладкая такая гладкий срез затем еще раз ее нужно промыть опять же теплой водой уже порезанную я ее нарезаю такими тут у меня на различными стараюсь как бы такими прямоугольничками такими вот видите вот так вот ее нарезать то есть нарезаю на пластины где-то сантиметра 2 толщиной и затем такими прямоугольничками режем но тут она получается еще обрезки всякие я их не выбрасываю я не в ресторане готовлю поэтому вот так вот затем ее надо сушить то есть я в миску кладу на дно миски по краям миски кладу полотенце бумажная туда высыпаю руками вытаскиваю из воды стряхиваю и высыпаю в миску руками то есть перекладываю стряхиваю и накрываю еще бумажным полотенцем и она стоит у меня сохнет то есть вода стекает прямо на пол на дно этой миски который проложено бумажное полотенце то есть сильным слоем нужно проложить несколько слоев вот затем беру берем сковороду ну можно ее пока вы режете картошку и обязательно нужно хорошо разогреть сковороду чтобы она прям вот дымилась практически и уже сильно разогретую сковороду выливаем растительное масло и высыпаем картошку картошку вот так вот в миске от себя высыпаете чтобы масло на вас не брызнуло и затем она жарится минут пять не переворачиваете и старайтесь выдержать минут пять чтобы она не переворачивалась вот и вообще переворачивать ее в максимум раза три-четыре за все время жарки старайтесь ее чтобы она была такая целенькая я уже 15 минут ее пожарил то есть два раза переворачивала да еще хочу сказать такой лайфхак но это не лайфхак это делается в ресторанах то есть вначале картошку насыпают сито какое-то и прямо в сито опускают во фритюр дома это можно сделать в кастрюлю какой-то налить много растительного масла и все это пересыпать картошку опустить во фритюр на просто вот опустить и тут же сразу высыпать на сковороду кипящий фритюр должен быть вот тогда она будет даже лучше это сделать если вы какой-то казанок взять который хорошо прогревает масс если вы допустим хотите еще пожарить во фритюре что-то конечно а в ресторанах ну да там они всегда что-то жарят во фритюре поэтому я этого не делаю то есть на обычную сковороду наливаю масло на разогретую сковороду вот и все вот теперь вы видите что я еще высыпала лук у меня здесь лук и чеснок немного чеснока чеснок у меня вот крупно так порезан смотрите он у меня видите крупно порезан теперь я добавляю сливочное масло столько сливочного масла вообще надо было сразу же добавить я его приготовила и забыла добавить растопилось на столе лежала и растопилось пока вот я с вами говорил уже прошло 7 минут то есть картошка уже хорошо прожарилась сюда ушло картошку и теперь уже можно его со и и то есть вот так вот я солю можно взять и розовую соль и гималайскую соль можно взять любую соль там затем хорошо еще добавить паприки у меня вот тут смесь перцев и еще я вам уже всегда говорю что я добавляю хмели сунели и и в самом конце добавляется зелень у меня сегодня это укроп и зеленый лук причем белую часть зеленого лука вот это вот я в магазине покупала зеленый лук и в начале там белая часть так вот я ее порезала эту белую часть и добавила в начале вместе с луком вместе с репчатым луком вот а теперь вот я добавила и так как у меня уже все готово то я выкладываю на тарелочку вот у меня тарелочка я выкладываю почему я выкладываю в принципе можно я думаю даже этого и не делать но меня попросили что вы почему вы не выкладываете я уже несколько раз объясняла я держу в одной руке телефон другой мне не очень удобно я думаю вы поняли меня вот такой она имеет картошка с огня я уже тоже уберу потому что она у меня долго жарится вообще общее время жарки картошки 15-20 минут это в зависимости от сорта картошки если вы покупаете картофель для жарки вот у нас запустим в пятерочке мне не в пятерочке пятерочки это нет а перекрестки хотел сказать перекресток а сказала пятерочка если вы покупаете перекрестки то там давно уже года три наверно как продается картофель до жарки картофель до варки то есть вот такой вот у нее вид я поставила на холодную конфорку да еще в процессе жарки картофель у меня так как плита электрическая то я то убавляю то прибавляю вначале я жарю на самом сильном огне у меня 4 четверочка самый сильный огонь а потом даже до единички убавляю потом опять прибавляю в процессе этой жарки допустим перевернула я ее но я вам еще раз говорю не более четырех раз в процессе жарки переворачиваете то есть если вы жарите 20 минут то есть каждые пять минут если вы жарите 15 минут то есть каждые тоже 5 минут тогда получается три раза вы перевернули первые пять минут потом 10 минут перевернули потом 15 минут вы насыпали уже добавили зелень и еще раз перемешали и тогда уже выкладываете на тарелочку и вот смотрите такая картошка с зеленью она получается как самостоятельное блюдо ее можно есть даже если у вас сковорода чугунная вот такие большие чугунные сковороды плоские такие их можно подавать прямо вот на стол особенно на даче у меня просто сковорода она не знаю тефлоновая или какая-то но с покрытием антипригарным я ее покупала где-то год назад или два года но уже как бы не тефлоновая тефлоновая она с таким вот кругу круглая такой вот кружочек красненький у меня нет она не тефлоновая но с каким-то все равно антипригарным покрытием поэтому как бы ножом и вилкой ковыряться в ней нежелательно а так можно прям вот подавать если у вас чугунная сковорода то можно прямо подавать ее на стол поставить на какую-то деревянную на дощечку если на даче то тем более вот и пожалуйста это для того чтобы она прямо горячая была мать то есть ухненная такая вот она она получается как не как гарнира как самостоятельное блюдо но можно как гарнир использовать к шашлыкам тем же вот а если у вас она самостоятельное блюдо то вы можете здесь выложить помидорчики огурчики солененькие помидорчики огурчики в общем все что угодно сало даже можно кусочки положить если у вас какой-то праздник то тем более вы ее кладете на тарелочку сами уже можете взять из общей сковороды вот положить себе на тарелочку и тут положите колбаску и бекон и все что угодно вот такой вот она получается можно даже еще подать отдельно подать у мисочки зелени кто хочет может еще сверху посыпать зелень зелень у меня я вам говорю что здесь у меня укроп и зеленый лук а вы можете использовать и петрушку и кинзу и а если на даче туда мы все 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 что у вас там есть зеленого на даче крапива вот если у вас есть вы выращиваете ли она сама у вас растет там у нас вот в частном доме по краям вот забора росла и до мая месяца до конца мая она очень вкусно это крапива то есть ее также срезаете ножницами также ее помыть и мелко нарезать можно теми же ножницами что ножом порезать и подать ее как зелень кстати часто ели крапиву сейчас еще пока ее нет а то бы я бою тоже бы так что вот так вот ставьте лайки пишите комментарии может быть вы какие-то свои рецепты напишите вот это лучок у меня попался немножко поджарился вот но он вкусный да еще хочу сказать про лук лук можно кольцами порезать крупно очень некоторые любят такое или же можно лук подать отдельно замариновать его то есть берёте одну столовую ложку сахара одну столовую ложку соли Одну столовую ложку сахара на одну чайную ложку соли, или две даже чайные ложки соли, воды где-то полстакана и две или три ложки 9% столового уксуса. Не перепутайте, это вот такой вот должен быть написан уксус столовый, 9% или винный уксус можно взять, или допустим уксус яблочный можно взять, яблочный он 6%. И разбавить его водой, то есть 9% уксуса, если просто взять 9%, то 3 столовые ложки на полстакана воды. Туда добавить столовую ложку сахара, но я столовую ложку сахара добавляю. Вот, и две столовые, две чайные ложки соль. Все это перемешиваю и заливаю уксус, заливаю порезанный лук. И даю постоять где-то 3 часа. Затем откидываем на сито. Вот, и уже выкладываем на тарелочку. Получается лук маринованный. Можно взять красный лук, можно взять белый лук. Его, в принципе, даже не надо мариновать, он и так сладкий. Вот, и его даже не надо жарить, вот, вместе с картошкой. То есть его просто можете положить на тарелочку. Но у меня здесь лук уже репчатый. Поэтому я не вижу смысла на тарелочку что-то еще укласть. Единственное, что можно сало положить или помидорчиков, или огурчиков солененьких. Вот, что еще, Марина, сказать. Ну, думаю, что все. Единственное, скажу, что как я режу, как я лук репчатый. Я срезаю вверху с одной, со второй стороны. Ну, верхний, с лука. Вот, и если мне нужно кольцами, то я разрезаю его пополам. А, очищаю вначале от кожуры. А, нет, разрезаю вначале пополам. Ну, чтобы он кольцами получился. То есть я кладу лук таким. У меня просто сейчас нет лука, я вам не могу показать. Я думаю, вы поняли. Если же вам хотите полукольцами, значит пополам по другой стороне. Ставите на это срезанную часть и пополам, вот так поперек разрезаете. А если вам нужно кольцами, значит вдоль разрезаете его. Он получается кольцами. И уже тогда прям люди некоторые просто его пожамкают, вот, и прям кладут в картошку. Ну, мне кажется, чтобы он был лучше, его все-таки, тогда эту картошку нужно, эту сковороду закрыть крышкой. Тогда, во-первых, она не остынет, и лук хорошо пропарится. Потому что лук, а я вот мелко режу. И тогда он у меня вот такой, иногда коричневый попадается. Но мне вот это нравится. Это вот мое. Я так люблю. Так что, дорогие мои друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Рада буду вас видеть в следующих моих видео. Делитесь моими видео в соцсетях. Всего вам доброго, приятного аппетита. Сегодня у нас четверг, великий четверг. То есть четверг, это 20 апреля, то есть сразу после Пасхи четверг великий. То есть пасхальная неделя еще не закончилась. Ну, сало вот можно есть. Так что, мясо можно есть. Можно поджарку сделать. Это уже на ваше усмотрение. Хотя я люблю поджарку с картофельным пюре. В качестве гарнира. Картофельное пюре или же гречку. Ну, это уже на вкус и цвет. Подружек нет. Так что, всего вам доброго. До свидания. Поздравляю вас с Пасхой. Христос воскрес. Христос. Христос. Спасибо. Спасибо. Что?